Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня понедельник, 6 февраля, в студии Альбина Охтова. Я приветствую всех, кто настроился на волну Республиканского радио. Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Итоги работы органов прокуратуры Республики по укреплению законности и правопорядка в 2016 году. Работу МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2016 год подвели сотрудники ведомства. С новыми планами на модернизацию системы здравоохранения в 2017 году продолжила свою деятельность Хабецкая районная больница. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем эфир радиофилиала ВГТРК ГТРК Карачаева-Черкесия. Я Альбина Охтова. На календаре 6 февраля. В прошлый четверг прокурор Карачаева-Черкесия Александр Терещенко провел пресс-конференцию с журналистами Республики, главной темой которой стали итоги работы органов прокуратуры Республики по укреплению законности и правопорядка в 2016 году. Моя коллега Рита Нерова вникла в скурпулезный анализ деятельности Республиканской прокуратуры. Ей слово. В современных условиях прокуратура страны выполняет весомую работу по обеспечению законности и правопорядка в различных сферах социальной и экономической жизни. Сегодня ни для кого не секрет, что большой объем работы, сложность решаемых задач требуют от прокуроров Республики, как и России в целом, надлежащей организации труда, в том числе оценки его эффективности. Впрочем, стоит, наверное, отметить, что оценить эффективность работы прокуроров очень сложно. По-прежнему актуальным направлением, требующим пристального внимания прокуроров в прошлом году, были вопросы соблюдения законодательства в сферах принятия нормативно-правовых актов, противодействия экстремизму и терроризму и, что немаловажно, коррупции с хищениями бюджетных средств. В целом же, по словам прокурора Карачаева-Черкесии Александра Терещенко, в 2016 году их деятельность была нацелена на решение задач по защите конституционных прав граждан, обеспечение законности и правопорядка, а также на выполнение комплекса мер, определенных Генеральной прокуратурой страны. Анализируя состояние преступности в регионе, Александр Васильевич отметил, что координационная деятельность органов прокуратуры по противодействию преступности была нацелена на комплексное решение проблем раскрываемости самих преступлений, выработку и реализацию мер, направленных на снижение криминальных угроз жизни граждан, на защите прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Предлагаю послушать комментарии прокурора Карачаева-Черкесии Александра Терещенко. Наличие отдельных негативных факторов, нерешенность социально-экономических проблем, системные социальные противоречия, активные миграционные процессы напрямую влияют на состояние и уровень преступности в регионе. Значит, всего в 2016 году зарегистрировано 3519 преступлений, что на 13% меньше, чем в 2015 году. При этой динамике снизилось на 14,7% число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время раскрываемость преступлений практически осталась на уровне 2015 года, 74%. Этот показатель по тяжким и особо тяжким преступлениям снизился на 5,8% и составил 59%. То есть, надо понимать, что тяжкие и особо тяжкие преступления – это наиболее опасные преступления, за которые предусмотрено наиболее тяжкое наказание. То есть, из всего состава тяжких и особо тяжких преступлений у нас в республике, то есть, из трех раскрывается только два. То есть, 59%, 59% и 8%. Ну, то есть, даже если так разобраться, меньше даже 2%. Результатом нашей деятельности по оздоровлению криминогенной обстановки стало сокращение убийств на 36%. Это было у нас в 2015 году 41% против 26% в прошлом году. Умысленного причинения тяжкого вреда здоровью на 12,8%. 34% против 39%. Больная для нас тема всегда дорожно-транспортных происшествий на 26%, в том числе со смертельным исходом на 43%. Уменьшилось состояние подростковой преступности, уменьшилось на 34%, то есть, на одну треть у нас подростки стали совершать меньше преступлений. И рецидивной преступности на 7%. В общей структуре массива зарегистрированных преступлений, как и прежде, значительная часть преступлений составляет это хищение чужого имущества. Это из общего количества у нас наибольшее совершается хищение чужого имущества. Количество краж всех видов в 2016 году уменьшилось на 12,8%, а в разбойных нападений на 42%. При этом количество зарегистрированных грабежей увеличилось на 14%. Но я думаю, вы знаете, что такое грабеж и что такое кража. Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. А кража – это тайное хищение чужого имущества. Деятельность некоторых подразделений органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии по раскрытию экономических преступлений прокурор республики назвал недостаточной. По сравнению с позапрошлым годом, в 2016-м зарегистрировано на 28% меньше преступлений экономического характера. Примерно такая же картина складывается и с выявлением преступлений коррупционной направленности и взяточничеством. То есть, очевидно, слабая работа правоохранительных органов. Не думаю, что за подтверждениями нужно далеко ходить. Снижение преступлений коррупционной направленности на 31%, в том числе фактов взяточничества на 40%, то есть почти наполовину. У нас было взяток в 2015 году 25, в прошлом году всего только 9. То есть мы скоро станем территорией свободной от взяток. Выводы вы сами делаете. Ну вот, допустим, взять, если город Черкесск, я немножко отступление сделаю, если взять город Черкесск, ну Черкесск у нас, вы знаете, столица и основной регион, если у нас 3,5 тысячи преступлений регистрируется в год, в 2015 году 3,5 тысячи преступлений, то где-то около половины регистрируется в Черкесске, полторы тысячи. Какая у нас картина в городе Черкесске? Значит, раскрываемость в Черкесске 61%, то есть это, как я сказал, это общая раскрываемость, то есть раскрывается 2 преступления из 3. По тяжким и особо тяжким 47% раскрываемость, то есть тяжкие и особо тяжкие преступления в городе, я подчеркиваю, только раскрывается половина. Что особо меня настораживает? Вот по городу также идет у нас снижение преступлений экономической направленности, Снижение преступлений коррупционной направленности в городе зарегистрировано за год, подчеркиваю, всего один случай взяточничества. Всего один за год, да. То есть вот выводы вы делаете сами. Если нет взяток у нас в городе, значит, либо мы территория свободная от взяток и держим это крепко, никому не даем, либо просто у нас правоохранительные органы не работают и не выявляют данный вид преступления. Я склонен думать, мое личное мнение, что все-таки у нас второе. Ну, один факт взяточничества на всю республику за один год, это ситуация не та, о чем даже можно сейчас как-то обсуждать и говорить. Значит, это не соответствует той реальной обстановке, которая есть у нас в республике. У нас зарегистрировано за год порядка 112 преступлений всего коррупционной направленности. То есть из общего массива коррупционной направленности, там 112 преступлений, это вот 9 взяток. Основные коррупционеры у нас главный врач Прикубанской районной больницы, слышали, наверное, да, там порядка больше 20 зарегистрировано фактов, вот, слышали там, собственно, он выписывал, да. Ну, он пока работает, да. И второй взяточник или коррупционер, который, значит, действия которого повлияли вот на эту цифру, это ваш коллега, бывший главный редактор газеты «День республики», которая начисляла себе премии. Совершенно верно, да. К бездействию органов внутренних дел по выявлению преступлений коррупционной направленности, нами было внесено 4 представления, 7 должностных лиц по результатам наших представлений привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, все-таки у меня какая-то надежда еще теплится, что работу мы эту перестроим. В рамках нашей межведомственной группы мы постоянно здесь, в прокуратуре республики, я сейчас говорю о преступлениях коррупционной направленности. Собираемся, обсуждаем, собственно, принимаем скоординированные меры. Там сейчас в руководстве управления по противодействию коррупции, знаете, сменилось руководство. С приходом нового руководства я все-таки надеюсь, что ситуация как-то будет меняться в лучшую сторону. Вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом по-прежнему имели особую актуальность для органов прокуратуры Карачаева-Черкесии. По словам Александра Васильевича, особый акцент был сделан на наиболее опасные формы преступности и на их ранние предупреждения. Выявлено свыше 3000 нарушений закона, что на 6% больше, чем в 2015 году. В целях устранения нарушений внесено на 25% больше актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1052 должностных лица или на 20% больше, чем в 2015 году. В центре нашего внимания находились вопросы полноты мер, принимаемых органами власти всех уровней в сфере профилактики терроризма и экстремизма, надлежащей реализации действующей государственной программы в этой сфере, которая, я считаю, при нашем участии была профинансирована на 100%. Мы три представления вносили, два в правительство, одно в главе республики, именно по недофинансированию целевой программы профилактики именно противодействия терроризму. Сумма была профинансирована к концу года полностью, и я считаю, это в том числе наша заслуга. В результате нашего вмешательства во всех бюджетах муниципальных образований республики на 2016 год, также были предусмотрены финансовые средства на выполнение мероприятий этих программ. Принимались меры по выявлению в сети интернет информации экстремистского характера и ограничению доступа к ней. Нами поддержано гособвинение по уголовному делу по факту участия жителя республики в бандформировании на территории Сирийской Арабской Республики. Впервые в России в отсутствии подсудимого судом вынесен обвинительный приговор. Лицо осуждено к реальному сроку наказания в виде четырех лет лишения свободы. То есть без лица, это собственно такая практика, мы пытаемся ее наработать. В принципе закон нам это разрешал, но такой практики не было. Впервые в России в свое время Березовский, когда уехал, он был осужден заочно. Вот теперь мы считаем, что такая практика она правильная, если установлена следствием, что человек активно принимает участие. Таким образом мы пытаемся наработать практику именно заочного осуждения таких лиц и привлечения их к ответственности. Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры страны, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения. Поэтому в прошлом году на постоянной основе органы прокуратуры Карачаево-Чрикесии скрупулезно анализировали деятельность органов государственной власти региона и местного самоуправления по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Одним из приоритетов для нас остается надзор за исполнением законодательства противодействия коррупции. Значительный профилактический потенциал имеет проводимое органами прокуратуры антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. В 2016 году прокурорами проверено 3162 нормативных правовых акта и 3338 проектов нормативных правовых актов. Выявлены и устранены коррупционные факторы в 65 нормативных правовых актах и их проектах. В основном здесь, когда к нам поступают проекты нормативных правовых актов, в основном нарушения однотипные, то есть в актах чиновники пишут, что в проектах нормативных правовых актов они закладывают такую функцию, что как бы на свое усмотрение, то есть можно сделать так, можно сделать так, то есть они не пишут конкретно, что вот при наступлении таких-то обстоятельств необходимо поступить так. В законе должно быть четко прописано, пошагово его действия и ни влево, ни вправо. В прошлом году, по словам прокурора Карачаева-Черкесии Александра Терещенко, выявлены и многочисленные коррупционные проявления среди сотрудников правоохранительных органов и государственных и муниципальных слушающих республики. Как обычно, при чьего языцах остаются недостоверные сведения о доходах. В правительстве республики выявлено 84 нарушения законодательства о противодействии коррупции, которым внесены 3 представления по результатам рассмотрения 14 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Одним из ярких примеров игнорирования норм антикоррупционного законодательства на районном уровне является тот факт, что более 20 работников налоговой службы Малокарачаевского района предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Коррупционные процессы выявлялись в бюджетной сфере, в сфере прораспоряжения и использования государственной и муниципальной собственности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предоставления государственных и муниципальных услуг и в других сферах. Например, по представлению прокурора республики с занимаемой должности уволен председатель контрольно-счетной палаты Крачаево-Черкесской республики Хачияев, который в предоставленных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги не указал доход в сумме 6 миллионов рублей, полученной от продажи квартиры в городе Санкт-Петербурге. Кроме того, он владел акциями «Газпромнефть», которые в доверительное управление не передал и не поставил работодателя в известность о возможном возникновении в связи с этим конфликта интересов. Мы внесли представление в парламент и он был уволен. К подобным преступлениям можно отнести и несоблюдение государственными служащими, установленных для них запретов и ограничений. Например, председатель Комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Народного собрания Биджев являлся учредителем производственного ремонтно-строительного кооператива «Старт-1». Депутат, член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию Народного собрания Балуров являлся учредителем плем-рем-продуктор. Органами прокуратуры выявлены и серьезные нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Например, министр сельского хозяйства Биджеев утвердил аукционную документацию на право заключения госконтракта на оказание услуг по защите сельскохозяйственных растений от городобития, в которой не указал информации о дате и времени окончания срока подачи заявки, о дате и окончании срока рассмотрения заявок, о дате проведения аукциона, о дате начала и окончании срока предоставления участникам аукциона, разъяснений положений и документации аукциона. Кроме того, в проекте контракта не установил штрафы за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренные контрактом. По данным фактам прокуратуры республики было возбуждено административное производство по части 4.2 статьи 7.30 Коап. По результатам его рассмотрения решением Биджеев был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В череде этой рутинной работы исключением не стали и соблюдение прав несовершеннолетних. В этом направлении проведена весомая работа и устранено более 5600 нарушений закона. Должное внимание уделялось и вопросам безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления в летний период. В спектр этих работ также входили обеспечение детей в ряде районов республики различными учебниками, а детей-инвалидов – средствами, реабилитацией, жильем и т.д. Кроме того, в прошлом году по итогам прокурорского реагирования была погашена задолженность по заработной плате на предприятиях Карачаева-Чрикесии в размере почти 25 млн. рублей. Постоянное внимание уделялось и такой проблематичной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство, где выявлено свыше 1000 нарушений закона и принято более 600 мер прокурорского реагирования. В рамках межведомственной группы проведена работа с организациями, имеющими наиболее крупные долги за поставленные энергоресурсы по их поэтапному погашению. По результатам этой работы, как пример, агрокомбинат Южный погашена задолженность за потребленный газ в размере 412 млн. рублей. Когда мы его первый раз пригласили, он стал бегать от нас, скрываться. Мы его пригласили для беседы, чтобы разобраться в ситуации, почему такая образовалась задолженность. Потому что за агрокомбинатом Южный стоит еще и жители нашей республики, микрорайон Южный, или как он, московский правильно называется. Поэтому там ситуация была достаточно сложная. Он почему-то стал бегать, скрываться, но мы его все равно отловили. И сумма была погашена. После такого досконального анализа прокурора Карачаева-Черкесии Александра Терещенко, представители республиканских средств массовой информации затронули вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни. Так как коррупция в стране уже давно превратилась в колоссальную проблему, проникшую практически во все сферы жизни, журналисты вернулись к этой теме. Вернее, к уровню раскрываемости сотрудниками МВД преступлений коррупционной направленности. На самом деле я это возмущен, и постоянно я это слушаю, упреки от своих руководителей в Генеральной прокуратуре, именно по противодействию коррупции и взятоничеству. У нас достаточно, как бы сейчас власть работает в плане наполняемости бюджета. Мы участвуем где-то там в федеральных программах. Это реально. Участвуем в федеральных программах? Участвуем. Деньги к нам заходят? Заходят. Власть в этом плане работает? Работает. Вопросов нет. И как их потом распределяют? В сфере ЖКХ мы только выходим, выходим, смотрим. Только особо не надо ничего делать. Взять любой дом, посмотреть, сколько на него потратили по документам, и фактически, значит, затратили. Вот все. В сфере ЖКХ три преступления выявлено за год. Вот поэтому я, конечно, этой ситуацией недоволен. И мы постоянно, собственно, и с МВД в этом плане у нас есть определенные, значит, непонимания. Вот. Мы четыре представления написали. Они вроде бы там кого-то наказывают. Вроде бы на наши представления реагируют. Но мне даже нужны не наказанные и представления там, и все. Мне нужна реальная, значит, работа их. Вот и все. Вот в сфере противодействия коррупции, я считаю, это не просто недоработка, это провал. Я это никак по-другому не могу оценивать. Если прокуратура 6,5 тысяч нарушений в год выявляет, вот я вам только частные примеры, небольшое количество руководителей счетных палат, значит, руководителей министерств, ведомств мы выявляем. Кроме этих актуальных тем, отдельное внимание Александр Васильевич уделил и выявленным нарушениям законодательства при установлении тарифов, фактом незаконного начисления потребителям платы за коммунальные услуги, нарушения в деятельности органов контроля и антимонопольного законодательства. Субтитры создавал DimaTorzok На волне радио Карачаева Черкесии информационно-аналитическая программа «Ракурс». По традиции, в начале года ряд ведомств нашего региона подводит итоги деятельности за предыдущий отчетный период. На минувшей неделе в центре внимания была работа Главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесии и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2016 год. На мероприятие были приглашены члены правительства республики, главы районов и муниципальных образований, медицинских и учебных учреждений. Встреча прошла в Черкесске, в зале Республиканской государственной филармонии. Подробности в материале Руфины Ковалевой. Беспримерное мужество, отвага, самоотверженность стали главными, неотъемлемыми качествами сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и РСЧС в целом. Не жалея себя, они ежегодно спасают миллионы человеческих жизней, эффективно ликвидируют последствия природных и техногенных катастроф и в России, и далеко за ее пределами. РСЧС – это всегда высокий общественный авторитет, уважение и искренняя благодарность людей. Так было и в нынешнем году. 700 раз сотрудники РСЧС прибегали на помощь жителям Карачаева-Черкесии. Основные итоги работы были обозначены в видеопрезентации, подготовленной пресс-службой МЧС и озвученной нашим коллегой Умаром Тикеевым. По итогам 2016 года территориальная подсистема РСЧС выполнила все задачи по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Положительная динамика наблюдалась по всем направлениям деятельности. В минувшем году при пожарах были спасены 154 человека. При ликвидации последствий ДТП – 245 человек. Спасатели Карачаева-Черкесии спасли 203 человека. Было зарегистрировано более 700 случаев оказания помощи. В 2016 году на территории Карачаева-Черкесии были зарегистрированы две чрезвычайные ситуации природного характера и одна – техногенного. В августе в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений в Абазинском, Малокарачаевском и Усть-Джебудинском районах республики были повреждены кровли в частных домовладениях и на социально значимых объектах. А 21 ноября серьезному испытанию стихии подверглись четыре района субъекта и город Черкесск. Из-за сильного шквалистого ветра, порыва которого достигали 34 метра в секунду, был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. И в том, и в другом случае к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались силы и средства аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесской Республике, Республиканского аварийно-спасательного формирования, службы спасения 911 и Казачьего городского общества. В октябре на 55-м километре федеральной автодороги Черкес-Кархыс в результате несоблюдения правил дорожного движения произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и пассажирского автомобиля Казель. 11 пострадавшим была оперативно оказана первая помощь. Еще одно социально значимое происшествие, которое проверило на прочность и показало высокий уровень оперативности спасателей и пожарных Карачаевой Черкесии – проведение аварийно-восстановительных работ на месте частично разрушенного моста в поселке Архыс в августе. Обеспечение безопасности людей на воде – одна из главных задач сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Карачаевой Черкесии и Республиканского аварийно-спасательного формирования на водных объектах. И задача эта непростая. Первый шаг к обеспечению безопасности людей на воде – целенаправленная и планомерная работа с населением на суше. Благодаря этой работе серьезных происшествий на водоемах в 2016 году допущено не было. Отдельное внимание было уделено деятельности поисково-спасательных формирований, работающих на территории Карачаевой Черкесии в составе РСЧС. Именно спасатели слаженно и самоотверженно действуют в самых сложных чрезвычайных ситуациях, когда человеческие жизни, казалось бы, держатся на волоске. Пойсково-спасательный отряд Карачаева Черкесской Республики по праву считается одним из лучших в стране. На счету спасателей Карачаева Черкесии в 2016 году сотни спасработ, выполненных в сложнейших условиях. Поводов для радости в 2016 году в спасотряде тоже хватало. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, начальнику Карачаева Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, спасателю международного класса Андрею Мозгову было присвоено звание заслуженный спасатель Российской Федерации. Как мы знаем, туристическая отрасль в Карачаево-Черкесии один из самых активно развивающихся сегментов жизнедеятельности региона. Ежегодно тысячи туристов посещают живописные уголки нашей республики. Из всех регионов страны в Карачаево-Черкесии стыкаются любители экстремальных видов спорта, что накладывает на деятельность спасательных подразделений особую ответственность. В последние годы в субъекте активно развивается туристическое направление в условиях наплыва отдыхающих сотрудники главного управления, подведомственных подразделений Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России и профессиональных поисково-спасательных формирований субъекта несли усиленное дежурство в курортных поселках Донбай и Архыз в течение всего года, находясь в готовности оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Который год подряд по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения МЧС России определенно является лидером рейтинга открытости органов федеральной власти. Именно благодаря работе представителей республиканских средств массовой информации, жители Карачаева-Черкесии оперативно узнали о происшествиях, чрезвычайных ситуациях, а также в годнях сотрудников МЧС. Сегодня МЧС России – одно из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающие задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Но положительный имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе. Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопаснее. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае беды. На счету спасателей и пожарных десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. 2016 год в России был объявлен Годом пожарной охраны. Он подразумевал проведение целого ряда разноплановых мероприятий. Основной же целью Года пожарной охраны стало дальнейшее развитие всех видов пожарной охраны, популяризация среди населения профессии пожарного, пропаганда деятельности подразделений пожарной охраны, повышение эффективности работы по формированию и развитию традиций МЧС в России. Немаловажное внимание в нашей республике было уделено повышению уровня реагирования и оснащению пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары. На оснащение огнеборцев поступили современные высокотехнологичные образцы пожарно-спасательной техники. Профессия пожарного требует полной самоотдачи, самоотверженности и, конечно же, огромного физического и морального напряжения. Не случайно профессию пожарного смело можно отнести к разряду самых опасных в мире. В минувшем году пожарные Карачаевой Черкесии, как и всегда, первыми приходили на помощь и достойно выполняли свою работу по спасению людей, находясь в готовности рисковать жизнью. Шутить с огнем не стоит, об этом знает каждый сотрудник Государственного пожарного надзора Карачаевой Черкесии. Поэтому инспекторский состав в своей деятельности центральное место уделяет профилактической работе среди населения. Уберечь, научить, предупредить. Вот основные задачи органов Государственного пожарного надзора. Приветствую участников совещания. Начальник главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесии Казбек Чехов поблагодарил всех за совместную работу, проделанную в 2016 году. Руководитель Чрезвычайного ведомства отметил важность взаимодействия всех служб территориальной подсистемы РСЧС в деле обеспечения безопасности жителей и гостей республики. Скажу и выражу благодарность от имени коллектива регионального центра, от имени главного управления. Хочу особо подчеркнуть, что вот те позитивные моменты, которые есть у нас в совместной работе, в работе совместной всех ветвей власти, муниципалитетов, представителей правительства, под руководством главы республики, вот то, что позитив, который нами достигнут, он организован, является следствием нашей совместной, нормальной, вдумчивой, понимаемой работы. То, что нам удалось спасти столько людей, населения Карачаевских действий, на пожарах, во время стихийных бедствий, это наша общая заслуга. Поэтому всем огромное спасибо, всем большая признательность, то, что те вопросы, которые требует от нас население Карачаево-Черкесии, мы стараемся выполнять, всегда готовы прийти совместными усилиями на помощь. Особую благодарность, мне хочется сказать, главным муниципальных районов, мэрам городов, которые в нашей ежедневной работе, мы видим понимание, мы видим тот позитив, который происходит. И самое главное, что цель наша единая, благополучие в Карачаево-Черкесии, благополучие, спокойствие населения, которое проживает на территории, которое обязаны мы охранять всеми возможными методами, способами в каждом своем месте. Хочется подчеркнуть, что и в фильме была показана и озвучена, вот те стихийные ситуации, которые происходили в 2016 году, они показали то, что наша центральная подсистема готова к работе. Мы все вместе отработали, и при той ситуации, которая происходила в районах, в городе Черкесске, при вот тех, при той непогоде, при том шквалистом ветре, комплекса неблагополятных погодных условий, и то, что сделано было вместе, совместно, вместе с представителями органов власти, с представителями формирований субъектовых, мы сделали то, что смогли сделать, мы смогли сохранить стабильность, дать спокойствие населению республики, потому что в этих ситуациях, которые происходили, все поняли, что никто не будет брошен, и он оказался не брошен на самом деле. Та помощь, которая была оказана на местах, в районах, на уровне республики, доходит до людей, и люди понимают, что они в любой ситуации могут иметь помощь со стороны и подразделений федеральных, связанных с ликвидацией последствий ЧАЭС, и это помощь, которая оказывается на уровне субъекта, на уровне районов, на уровне городов. Поэтому всем большое спасибо за совместную, нормальную, продуктивную работу, призываю всех, задачи остаются прежними. Работы у нас очень много, наверное, в большей мере в своей сфере деятельности у представителей органов власти, у представителей муниципалитетов. Ситуация непростая в стране, связанная с теми тенденциями, явлением, которое мы сознаем. Я надеюсь и уверен, что наша совместная правополковная работа и в 2017 году принесет только положительные результаты. Руководитель управления МЧС России по Карачаево-Черкесии выполнил также приятную миссию и наградил особо отличившихся сотрудников ведомства. Медалями, грамотами и дипломами были отмечены представители муниципальных образований республики и организации. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае беды. На счету спасателей и пожарных десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Продолжаем информационно-аналитическую программу «Ракурс» сегодня понедельник, 6 февраля, в студии Альбина Охтова. Сегодня интересы государства направлены на приведение качества медицинской помощи к мировым стандартам. Для этого выделяются денежные средства на приобретение нового, современного медицинского оборудования, ремонт помещений, обучение и привлечение кадров в отрасль здравоохранения. Данные мероприятия выражаются в самой последней масштабной программе модернизации здравоохранения, которая состоит из определенных этапов – информатизации, улучшения материально-технической базы, кадровое обеспечение, приведение в соответствии к стандартам обследования и лечения, увеличение доступности амбулаторной медицинской помощи. Как все это реализуется в Хабейской районной больнице? На эти и другие вопросы сегодня нам ответит гость нашей студии, главный врач Хабейской районной больницы Амин Макаов. 2016 год для Хабейской центральной районной больницы стал, конечно, достаточно и тяжелым с одной стороны, с другой стороны достаточно знаменательным, потому что мы состоялись как межрайонная больница, больница, которая обслуживает не только население Хабейского муниципального района, но обслуживает прилегающие районы, это Зайенчугский район, Урупский район, Абазинский район, Адгахагрский район периодически, благодаря наличию первичного сосудистого отделения. И, в принципе, из 5000 больных, которые было пролечено в стационаре центральной районной больницы, более 1200 больных – это больные, которые поступили в стационар с различных населенных пунктов Карачаево-Черкесской республики. Большинство из них, конечно, поступило из Зайенчугского, Урупского, Абазинского районов, но у нас есть и жители города Черкеска, есть и жители Карачаевского района, из Джигутинского района, которые пролечились у нас в отделениях нашей больницы. Конечно, год был достаточно непростой и в финансовом плане, и в плане организации самой работы, но хочется сказать большое спасибо тем людям, которые каждый день работают со мной, это наши доктора, медицинские сестры, санитарки, от которых по большому счету зависит то имя, которое на сегодняшний день есть у Хаберской больницы. Если каждый из них не будет выполнять свою работу добросовестно, конечно, больной к нам не пойдет. Если у нас в больнице будет грязно, если в больнице будет неухоженно, конечно, об этом практически сразу узнает не только население нашего района, но и все остальные районы. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить тот медицинский персонал, который сегодня активно включился в эту работу и добросовестно выполняет свою работу. Способна ли сегодня Хаберская районная больница оказывать самую экстренную помощь, в том числе людям, пострадавшим в ДТП, которые, к сожалению, увеличиваются в республике в геометрической прогрессии? МОН. Большой, я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской республики в лице нашего министра Шаманова Казима Азеталиевича за ту поддержку, которую он оказывал в прошлом году. Благодаря его усилиям у нас на сегодняшний день имеется современнейший аппарат для искусственной вентиляции легких. У нас имеется современнейший биохимический анализатор для реанимационных больных, который, по большому счету, данная аппаратура имеется только в республиканской больнице. В других лечебных учреждениях Харачаев-Черкесии такого уровня, эксперт уровня оборудования именно для оказания реанимационной помощи отсутствует. Благодаря этому сегодня мы можем оказывать хорошую медицинскую помощь больным с различными заболеваниями, в том числе и с инсультами, и с инфарктами. Конечно, хотелось бы, чтобы мы могли на современнейшем уровне это делать, но есть так называемый принцип маршрутизации больных, когда если на определенном уровне медицинская помощь не оказывается, больной перемещается на вышестоящий уровень, которым сегодня является у нас республиканская клиническая больница, расположенная в городе Черкесске. И те больные, которые по своему состоянию здоровья требуют лечения в республиканской больнице, они переводятся туда, и медицинская помощь оказывается там. Задача здравоохранения не только лечить, но и проводить широкую повсеместную профилактическую работу. В чем она проявляется на примере Хабейской районной центральной больницы? Что хочется еще отметить, то, что на сегодняшний день, благодаря тому, что население Хабейского муниципального района очень активно участвовало, по-другому и не скажешь, в проведении вакцинации, сегодня заболеваемость гриппа моревы у нас по районам очень низкий. Такого не было последние 3-4 года. Я очень благодарен тому, что население очень хорошо откликнулось на вакцинацию. Я благодарен людям, что они поняли, что, да, некоторые говорят о том, что, ну, сделаешь ты эту вакцинацию, все равно заболеешь и так далее, но основная часть населения очень хорошо понимает то, что вакцинированный больной – это больной, который перенесет любую инфекцию в легкой форме. И у нас на сегодняшний день не повторяется ситуация прошлого года, да и в целом по республике этой ситуации нет, потому что под контролем Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской республики очень активно по всей республике была проведена вакцинация. Я хотел бы сказать слова благодарности и администрации нашего Хабейского муниципального района, и лично главе нашего района Байчорову Беслану Мухаммедовичу за то участие, которое администрация района принимала и принимает в работе нашего учреждения. Почему? Да потому что в конце концов это учреждение создано во благо населения района. По большому счету, если нет населения, которое необходимо лечить, лечебное учреждение и не нужно. Поэтому активная помощь администрации района, активная помощь наших постоянных спонсоров Рауфа Арашукова и Рауля Трубевича Арашукова, конечно, дает о себе знать. Мы сегодня можем, скажем так, не оглядываясь ни на что, активно заниматься лечением больных и стараться, чтобы каждый больной, который приходит в нашу больницу, был удовлетворен той медицинской помощью, которую ему оказано. Этот год станет знаменательным для всех медицинских учреждений республики, так как в этом году все муниципальные учреждения здравоохранения переходят под контроль Министерства здравоохранения республики, и они становятся республиканскими. Что изменится в отрасли? Какая перспектива? Какие изменения нас ждут? 2017 год будет для всего здравоохранения Карачаева Черкесской республики, наверное, достаточно знаменательным годом, потому что у нас с 2017 года уходит институт муниципальных учреждений здравоохранения, то есть все муниципальные учреждения здравоохранения переходят под контроль Министерства здравоохранения Карачаева Черкесской республики, и они становятся все республиканскими учреждениями. В некоторых районах даже были вопросы, связанные с тем, что население районов не понимало, некоторые решили, что будет сокращение учреждений здравоохранения. Нет, конечно. Учреждения здравоохранения во всех районах останутся. Единственный момент, который изменится, это то, что будет прямое подчинение и прямое взаимодействие между лечебными учреждениями. Если, будучи муниципальными учреждениями, перемещение оборудования, перемещение медицинского персонала из одного района в другое составляло большие трудности, потому что каждое учреждение необходимо было согласование районных советов, согласование мини-имущества и так далее, то теперь это все будет делаться очень быстро и достаточно оперативно. С точки зрения оказания медицинской помощи населению Карачаева-Черкесской республики это, конечно, благо, потому что бывают ситуации, когда идет резкий рост обозреваемости в одном или в другом районе и не хватает оборудования, не хватает медицинского персонала. Здесь уже единолично Министерство здравоохранения будет принимать необходимые решения, что даст возможность вовремя оказывать медицинскую помощь. Не секрет, что много пациентов уезжают в другие регионы на лечение, но, как говорит Амин Макау, с открытием в этом году двух медицинских учреждений этот поток во многом сократится. Что отрадно, мы в 2017 году ждем запуска двух больших лечебных учреждений. Это современного онкологического диспансера и современной детской больницы, которая строится в городе Черкесске. И мы очень надеемся, что уровень оказания онкологической помощи и в целом уровень оказания медицинской помощи населению Карачаева Черкесской Республики благодаря запуску этих двух лечебных учреждений, он возрастет. Будем очень надеяться, что за пределы Карачаева Черкесской Республики в город Ставрово, в Краснодар, в другие регионы Российской Федерации будет уезжать меньше больных. Хочется сказать одну цифру, которая постоянно озвучивается нам, что практически более 300 миллионов рублей из Карачаева Черкесии ежегодно уходит за пределы Республики на лечение больных. Если эти деньги останутся в Карачаево Черкесии, это будет только польза. И мы очень надеемся, что вот эти два больших лечебных учреждения, которые намечены на запуск, они дадут эффект того, что наши больные будут получать современное лечение в Карачаево-Черкесской Республике. Основная задача для работников медицины – принять меры для организации доступной и качественной медицинской помощи. Кроме того, дается установка работникам относиться к пациентам с пониманием, быть терпимыми. Всем жителям нашего района и не только я желаю только здоровья, говорит Макауф. Ведь как врач я понимаю, что нет ничего важнее него. – Хотелось бы, конечно, пожелать всем жителям нашей республики здоровья, потому что, наверное, не имея здоровья, ни одно дело невозможно и на уровне государства, и на уровне семьи, ни одно дело, наверное, невозможно продвинуть дальше. Потому что больной человек – это человек, который, к сожалению, занят решением самой злободневной проблемы – это проблемы своего здоровья. И наоборот, здоровый человек – это активный и в экономическом плане, и в семейном плане человек, который старается вокруг тебя что-то сделать, что-то изменить. Поэтому хочется пожелать жителям Карачаев-Черкесии крепкого здоровья и пожелать, конечно, нам всем, чтобы 2017 год у нас получился не хуже 2016-го. И самое главное, наверное, вот иногда читаешь публикации различные и в интернете, и в газетах о том, что там не оказали медицинскую помощь или оказали плохо медицинскую помощь, нам надо всем понять одну вещь. Нет ни одного врача, ни одного медицинского работника, который бы злонамерно или специально что-то бы сделал. Нет, такого не бывает. Да, бывают ситуации, когда по той или иной причине лечебное учреждение не справляется с больным, с тяжестью его состояния. Бывают ситуации, когда больной уже поступает очень тяжелый и что-то сделает очень тяжело. Поэтому я всегда, когда ко мне приходят люди или когда я выезжаю на приемы по району, я всегда людям говорю одно – держите очень короткую связь с докторами. Если что-то случилось, вы лучше придите к доктору, пусть он посмотрит. Не надо ждать того, что уже не в МАГАТУ, не надо ждать того, что уже заболел и надо лечь на больничную койку. Не надо этого делать. Профилактика заболевания – это самое главное. Потому что, во-первых, человек сам выходит из болезни с меньшими потерями для здоровья, и доктору легче вылечить больного. Поэтому пожелаю взаимного понимания медицинских работников и наших больных, чтобы у нас все больные ушли с наших больниц, больниц Карачаев-Черкесии, довольные оказанной медицинской помощью. В наступившем году у медицинского состава Хабейской районной больницы много планов. И, по словам руководителя, все, что поставлено перед ними, будет сделано. А нам остается только пожелать всем пациентам здоровья, семейного и материального благополучия. Для того, чтобы все это было, необходимо как можно чаще проходить профилактические осмотры и с этой целью посещать медучреждения. Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. На этом информационно-аналитическая программа радио Карачаева-Черкесии «Ракурс» подошла к концу. Программу провела Альбина Охтова, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова